На Уральские дороги выехала легенда немецкого автопрома. Свердловщанин собственноручно восстановил автомобиль времен начала Второй мировой войны. За плечами Павла Корбы рассказал о нашем корреспондентам два года кропотливой работы, а впереди первый тест-драйв. Это автомобиль Ханумак Рекорд, 1938 года выпуска. Я купил данный автомобиль в очень плохом состоянии. Выглядел он как кусок ржавого металла. Была проделана большая работа от восстановления рамы до его эстетического вида. Автомобиль имеет много разных деталей, которые на сегодняшний день непонятны обычному обывателю. Например, эти элементы, я их называю жабры. Воздух попадает в решетку радиатора, продувается через двигатель и выходит, остужая его. Были переделаны пороги, видоизмененные старые пороги, ржавые. Я установил металлический каркас, изготовленный мной, и сделал сверху деревянную накладку, для того, чтобы эстетически выглядело. Запасное колесо на автомобилях такого года, оно так и ставилось, то есть не убиралось в багажник, либо не вешалось под дно автомобиля, а ставилось сзади. Также выполняло функцию парковочную. Им упирались в другие автомобили, либо в столбы. Стекла на данном автомобиле были изготовлены под заказ, соответствуют и отвечают требованиям госавтоинспекции. В салоне работы еще много. Сейчас делаем переднюю панель. Кондиционера в этом автомобиле не было. Для того, чтобы создать комфортную езду, был установлен такой кондиционер дедовским методом набегающего воздуха. Он немножко старенький, поэтому заводится не с первого раза и громко работает. Чтобы прочувствовать, нужно ехать, нужно ехать и получать удовольствие. На этой машине можно ездить каждый день. Проходят все технические требования. Потребляет не очень много топлива. Мощность данного автомобиля 35 лошадиных сил. Это не мешает ему двигаться в общем потоке. При создании данного проекта мне помогало очень много людей. Один из них Александр. Два года мы собирали эту машину. И из них только полгода мы пытались завести этот двигатель, который ни в какую не сдавался. Мы его перебирали, разбирали. Спустя только полгода он реально подал жизнь. Я рад, что в моем увлечении меня поддерживает моя семья, жена, дети. Папа часто не приходил домой. Я по нему скучала, и мы приходили сюда к нему в гости. Мне нравится его работа, потому что он делает очень крутые машины. И мне нравится, как они ездят. Мне нравится, когда старшее поколение, ну это дедушки, бабушки, пенсионеры, они видят данный автомобиль, показывают большой палец, говорят классный. Ну, это напоминает им о их молодости. Я всегда мечтал иметь какой-то автомобиль, выделяющийся из толпы. Ну и думаю, что построил такой. Продолжение следует...